Делал ли ты хоть раз ремонт своими руками? Сложный вопрос, наверное, потому что я об этом не думал. Так, вернемся к серьезным вещам. Есть что-то, что бы ты хотел, чтобы я у тебя спросил, но я не спросил? Я, допустим, в гостиницах уже никогда не могу быть просто как нормальный гость. Прояснил. Он такой русский человек. Я наоборот, о, что ты говоришь? Мы друг друга постоянно, это самое. Это я оттуда набрался. Он так может быть высоко не устреливать, но он как-то вот... У него sustainability. Exacto. Ты садил деревья? Были, были случаи. Ты садил, были случаи. В общем, если мы вдруг в работу будем прыгать, ничего страшного точно нет. Да, это к тому, что я потом буду нас возвращать в то, зачем мы так делали, или ты так делал, и что-то значит, и что с ним делать. То есть про инвестиции точно не хочется разговаривать, как и... Ну, может, только про импакт, про какой-нибудь импакт предпринимательства или импакт инвестирования. Вот это может быть интересней. Почему? Потому что это и в рамках моего ценностного набора мне это интересно. Ну, и классно, что и ты, и я поддерживаем это. У нас это общее есть. Ты там, о, а я там один из винтиков. Просто вот вопрос относительно инвестиций. Многие говорят одни и те же термины, но вкладывают абсолютно разные значения и определения. Просто когда мы говорим про инвестиции, для кого что, какое значение имеет. Вот сейчас импакт инвестирования, это же один из векторов, и он, я бы не сказал, что он совершенно новый. Потому что, допустим, международные финансовые институции, development impact, для них это был один из таких ключевых KPI. Я имею в виду про AFC, коммерческого рукамерного банка. Я говорю про ИБРР, ну и подобное, их там много на самом деле. И они идут в проект не только, если он там показывает хороший RR, или еще какие-то положительные стандартные финансовые показатели. А если он имеет существенный development impact. Это терминология, которая давно была. Сейчас, например, это impact investing. И это очень важно, потому что мы говорим изначально про более ценностные инвестиции. Не только cash flow hungry, а именно про те, которые создают какое-то количество дополнительных рабочих мест, которые улучшают инфраструктуру, или бизнес-среду, или же поддерживают какой-то репутационный хороший бизнес, чтобы он там сделал какой-то квантовый скачок. То есть это тоже про ценности. В зависимости, что мы вкладываем в это определение. Прояснил. А ты вообще в жизни ясность любишь? Да, но зависит, в какой системе координат она нужна. Из твоей жизни в какой системе координат ясность тебе нужна наиболее? В моем случае постоянно. Но некоторые предпочитают туманность, потому что так легче. Ясность предполагает ответственность? Абсолютно, в моем случае. Выбираешь ли ты, в каких частях своей жизни ты выбираешь разрешить себе достаточно тумана, то есть менее ясности? Может быть, когда нету существенной действительно ответственности, или можно расслабиться, когда нету каких-то expectations с точки зрения каких-то жестких результатов. Ты от себя или от тебя? Другие от тебя? Ну, это же совокупность факторов. Это раз. А если уже есть ожидания других, то как минимум ты играл роль, чтобы так получилось. Да. Я перебил тебя с примером. Если мы расслабленно играем в футбол, надо ли обязательно выиграть? Ясно ли, что ты получишь пас? Да нет. Ты наслаждаешься, наверное, потоком. Потому что необязательно здесь все раскладывать на assumptions и вводить эту финансовую формулу, потому что ты знаешь, что математически будет только так. Нет. Но Лобановский вводил. Во все ли? Ну, в игру формул. Как-то подарил папе книжку, книгу Лобановского, огромную. На OLX нашел, кстати. Больше нигде не мог ее найти в тот момент. И это книга формул. Формул, который Лобановскому как-то помогали выиграть. Но это не про расслабление, мне кажется. Ну, если бы мы с тобой на поле встречались для того, чтобы играть профессионально, наверное, у нас бы была тоже другая методология. И как и ожидания. У нас досуг. У нас досуг. Ты внес ясность. Сто процентов. Сейчас. Хочешь выпить? Пока нет. Хорошо. Не могу сказать про спонсор. Вопрос времени. Вопрос времени. Захочешь, пожалуйста, скажи. Хорошо. Ты работаешь, ты вообще живешь в... Для меня, вот, смотри, часть тебя инвестиции, development, другая часть тебя. Если говорить о том, из чего я вижу, как ты состоишь, деятельность. Если деятельность это, инвестиции, development. То есть для меня, как я это вижу, инвестиции о деньгах и что-то там, и много всего вокруг. Концепты. Development. Строительство или управление построенным или строящимся. Верно? Я смотрю шире на каждый термин, но окей. Если моим... Дальше. Что я еще слышу? Социальный social impact investment. Промприлад реновации. Ты глава на глядовой рады. Еще одна грань тебя такая. Как я тебя... Человек с большим оптимизмом в жизни. Не только потому, что у тебя значок такой. Я тебя когда вижу... Знаешь, I sense optimism around you. Я никогда не видел, чтобы ты не... Ну, чтобы ты голос там повышал. Может, это бывает где-то. Но я не встречал такого. И не было необходимости. Как-то так ситуация вокруг тебя другого толка и другого порядка. Как что-то такое. Я знаю, что ты любишь чай. Много лет уже. Всю жизнь. Всю жизнь. Много лет всю жизнь. Много лет всю жизнь. Класс. Да. Я видел тебя в общении с другими. И вот то, как это происходит, какой создается из этого... Дух этого общения. Он такой... Как ты про Зорико рассказывал. Вываженный, спокойный, интеллигентный, уверенный. Это вот так. Это, знаешь, как микрокарта того, как я тебя вижу, чтобы следующие вопросы задать. А если я спрошу тебя, а ты сам как себя видишь или можешь назвать? Из твоих... Не то чтобы ролей, из твоих как... Из чего ты состоишь? То ты какой? Сложный вопрос, наверное, потому что я об этом не думал. Но есть несколько моментов. Я не знаю, это нормально или нет, но, наверное, самое большое количество претензий у меня не к там подчиненным, не к каким-то членам команды, не к партнерам, к самому себе, потому что я знаю, где и как, что можно сделать лучше. И для меня иногда это очень очевидно. И, соответственно, как я себя вижу, наверное, по крайней мере, я стараюсь, стараюсь идти по пути для того, чтобы хотя бы пусть маленькими шажками на каждый день что-то улучшать. Всегда ли идеально получается? Далеко нет. Бывают ли ошибки? Да, постоянно. Но я, наверное, склонен, что ошибки не допускают только те, которые ничего не делают. Это один момент. И то, что я говорю еще с разных командах своих, ребята, не расстраивайтесь, потому что если ничего не делать, точно ничего бы не было, потому что когда, допустим, идет пассивная какая-то реакция или обижена, что мы не достигаем какого-то результата, к примеру, мы когда в рабочих группах пытаемся пропушить какие-то антикризисные меры для защиты отрасли туризма, воспиталоте, или пытаемся добиться каких-то более существенных позитивных изменений, а добились вот только столько. Я говорю, ну если бы мы ничего не делали, вообще... Не было бы и столько. Да, и если ничего не делать, соответственно, ничего и не будет дальше. Вот, и как я себя вижу, ну... Я точно, наверное, настроен на получать опыт и выжимать, наверное, позитивную энергетику, вне зависимости, что это, потому что даже если это турбулентно сложная ситуация, это опыт, опыт, наверное, становится активом, актив — это то, на чем можно отталкиваться и расти дальше. И тогда, получается, чем больше сложных ситуаций, тем лучше? Не обязательно. Все имеет свою меру, это раз. И другой аспект — я передерживаюсь сюда термина среднеизвешенно. Каждый день или каждый бизнес — это среднеизвешенно разных компонентов, разных ингредиентов. Не может быть 100% в одну или другую сторону. Иначе это будет несбалансировано. У каждого свой баланс. И я не верю в равные части. Вы идеально равные. Там, условно говоря, по 10% сложных ситуаций, положительных. Нет, нет, это вот... Это не статичная ситуация, это раз. Это не вопрос линейной функции, это более сложно, это среднеизвешенно, но каждому... И это зависит от ситуации. А ты выбрал даже не так. Ты сейчас от одного до ста в балансе на сколько? Я точно, наверное, не в полноценном балансе, потому что есть моменты, которые я сам осознаю. Для меня это очевидно. Наверное, очевидно тоже для других, которые меня знают. Потому что хочется больше созидать, и иметь больше времени, чтобы созидать, нежели, к примеру, там, тушить пожары или развязывать какие-то сложные ситуации, сложные не только с точки зрения комплексити, позитивных моментов, а с точки зрения других каких-то моментов. Поэтому я точно понимаю, что я был бы в большем балансе, когда бы больше созидал и еще больше энергично творил бы. У тебя огромное количество ответственности, из того, что я могу понять. Большое. Давай так, я не знаю, как ты сам к этой ответственности относишься, но оно большое, судя по всему. Большими структурами тебе ты или выбрал, или тебе приходится, или, а, управлять, направлять, помогать направлению. И немало людей, я думаю, зависит от принятия, от принятых тобой решений. Это много, правда, в целом для человека. И когда Юра Филюк здесь был, он сказал такую фразу, для меня интересную очень, и хотел с тобой тоже об этом поговорить. Он говорит, слушай, ответственность очень освобождает. Ответственность его освобождает. Он, когда ее берет, знаешь, он свободным тогда становится. И времени может пролять еще лучше, и тем не менее. Ответственность его освобождает. А что с тобой делает вот это количество ответственностей, которые ты выбрал нести? Я хочу расширить то, что сказал Юра, но со своей точки зрения. Я же могу только за себя говорить. Ответственность я вижу, как может освобождать в созидательном движении. Потому что это твой выбор. Если ты берешь ответственность, если ты не сделал этот выбор, это не про ответственность тогда. Если же ты делаешь выбор и берешь эту ответственность, это принятое решение. То есть ты не в подвешенном состоянии. И подвешенное состояние может забирать энергию и может создавать состояние несвободности, что ли, или отсутствие свободы. Поэтому это в поддержку того, что говорил Юра. Плюс, если же мы говорим ответственность, когда ты постоянно сидишь на шпагате, и ты постоянно пытаешься еще и жонглировать какие-то другие вещи делать, ну, в каких-то моментах, то это может быть тоже утомительно. И, соответственно, это не только про свободу. Да, это вопрос сделанного выбора. Мы все выбираем, где мы находимся, что мы делаем и так далее. Даже если мы себе иногда хотим комфортно сказать, что это не так, но это так. То есть это зависит от ситуации, в каком русле ты находишься. Ты знаешь, что тебе дальше делать, и хочешь ли ты это делать, что такое это, чтобы быть более сбалансированным. Вот ты говоришь, я не совсем, и попробовал немножко объяснить. И мне интересно, выбираешь ли ты оставаться в этом состоянии, или выбираешь что-то дальше делать, чтобы чуть больше сбалансироваться. Выбираю, конечно, что-то дальше делать, естественно. А предел сбалансированности тебе твой, накомню, чтобы известен. Ты же там не был, возможно, или был. Вот тот, куда ты идешь, мы не знаем, куда ты придешь. Прямо интересно, до какого уровня сбалансированности тебе хотелось бы дойти? На что будет похож Юра тогда? На что будет похож Юра тогда покажет будущее. То есть... Как ты хитрец. Быть голословным точно не стоит. А чего хочет Юра сегодня от того сбалансированного Юры? Относительно созидания и создавания по сравнению с тушением пожаров. Это я уже сказал. Это один момент. И это как бы очень важный. И если мы говорим про больший баланс и про большую, скажем так, свободу, вот эту, которая... Там бы было больше еще создания, создания, возможно, новых проектов, возможно, интересных проектов, и инициатив не обязательно по прибыльных, но те, которые приносят не только добавочную стоимость, но улучшают что-то в нашей стране. Это не про политику. Я не хочу идти в политику вообще. Мне кажется, это немножко другая экспертиза, если выражать очень дипломатично. И это, наверное, больше спорта разного. Действительно. Почему? Потому что спорт это единоборство, это не просто про физику, это про философию, это про энергетику, это про генерирование дополнительной энергии, дополнительного здоровья, дополнительного всего. И я не говорю просто про какие-то существующие сейчас актуальные тренды, я говорю больше про внутреннее такое ощущение. И мне кажется, мы, люди, мы имеем гораздо больше потенциал, чем не то, что даже мы используем, а чем... Мы уже даже не думаем об этом. То есть мы не представляем, какой потенциал каждый из нас имеет. Да. Я просто, когда, к примеру, был в Бостоне, я в Штатах проучился, прожил первый бизнес, был там 8,5 лет я прожил в Штатах. Я был параллельно в... там был специальный институт тэквондо, был, потом вошел в команду, и просто, когда я ездил на турниры и видел первая была показательная часть, среди там черных поясов, других, я видел то, что ребята делают не спецэффекты фильмов, но то, что они делают, то иногда, не то, что стоишь, смотришь закрытым ртом, думаешь, а это законы физики позволяют? Это реально люди делают. Или же уходишь, когда анализируешь, что делают йоги, или уходишь, когда анализируешь, что делают иногда какие-то буддисты или какие-то вещи. То есть это вот все кусочки, если отобединить все какое-то большое, среднеизвешенное, то я могу себе представить только какой потенциал может быть реализован каждым из нас при желании, при возможности, при создании этих возможностей. Ты очень здорово, на мой взгляд, внес ясность в то, что ты имел в виду об этом. Я вернусь на шаг назад тогда к ролям и к твоим занятиям. И я думал, а можно ли освежить наш разговор шуточками или чем-то? Потому что я знаю, как ты ржешь, смеешься, и какой ты живой при этом такой, и как тебе легко это дается. Я подумал, хорошо, я спрошу. Значит, мое же представление про development, ты точно шире, как ты говоришь, вкладываешь понятие в это. Так или иначе, там есть здание. И там есть здание, которое строится, и кто-то его строит или им управляют. Могу представить. У меня родился вопрос, делал ли ты хоть раз ремонт своими руками? Делал, но не здесь, а будучи студентом в квартире, которую я снимал. А раз я купил, раз я купил диван, который надо было сложить. У меня это было упражнение несколько дней, потому что это казалось... Не заправить сложить диван, а как в Икее сложить, это доехал. А полностью. Свинтить? То есть это было не вопрос лего, а более сложное упражнение оказалось. Потому что я был один, там он еще был тяжелый, это надо было еще все сбалансировать. Это был интересный опыт тоже. С тех пор ни ногой, в смысле, ни рукой. Другие диваны. Так, Относительно development, если я могу... Пожалуйста, я буду рад, если ты прояснишь. Девелопер намного больше. Девелопер это, наверное, дирижер, который рекистрирует каждый элемент дорожной карты, связанная с развитием того или иного проекта. И на сегодняшний день я уже рад, что люди общаются не просто квадратными метрами или зданиями, а экосистемами. То есть это вопрос развития экосистемы. Это знаковое изменение. Да, которое приносит добавочную стоимость, которое приносит энергетику, которое приносит жизнь в стены. Ты понимаешь, что ты тоже на это повлиял? Это можешь признать для себя? Игроков достаточное количество. Если я повлиял, то на какую-то просто часть. Нет, бы улыбнуться и сказать здорово. Понимаешь, вот критик твой внутренний, о котором ты вначале сказал. Юра тоже, кстати, так. Я вернусь. Следующее, это было, значит, про девелопмент. И здорово, что ты прояснил для нас. Мы к импакту чуть-чуть позже вернемся. Дальше про деньги, инвестиции. Я подумал про деньги. Хорошо. Что мне хочется тебя спросить о деньгах? У тебя есть личный бюджет? Ты ведешь какой-то, не знаю, свой эксельчик? Что-то есть. То есть, я могу представить, какие у тебя там огромные пианели, листы на бизнесы, с которыми ты связан. И мне было интересно, а свой-то есть? И нужен ли он вообще тебе? Каждый раз, когда я пытаюсь что-то там внести, я задаю себе этот вопрос, а нужен вообще? Потому что времени свободного нету. И ты понимаешь, что очень часто, когда ты можешь делать какие-то масштабные вещи для каких-то проектов или бизнесов, по себе часто, часто бывает, не успеваешь или не делаешь, как сапозник без сапог. Я, кстати, общался где-то 16 лет назад с очень серьезными банкирами в Швейцарии, там попал тоже даже на один курс, очень интересный был, который банк делал. Познакомился с многими интересными людьми, и они там управляли миллиардами, миллиардами, может, даже более существами сумм. я говорю, как интересно, я говорю, а у вас финансовые гуры являются вашими клиентами по управлению их капитала, потому что они же творят и создают нереальные капиталы, они говорят, вы мне поверите, да, но просто когда создают в хедж-фондах или там в private equity или еще где-то сумасшедшие какие-то доходы для своих инвесторов, но относительно своих они не успевают. Заниматься этим не успевают. То есть кто как, но вот это твой ответ. И он рождает следующий вопрос. До начала интервью ты нам с режиссерами сказал, что я перегружен в одном из диалогов. Я подумал, и вот ты сейчас собственно к этому и привел уже второй раз за наш разговор. Я перегружен. И мы говорили про баланс и не совсем баланс. И тогда ну ты же там, потому что ты хочешь здесь быть. И так как ты эту механику объяснил очень четко, то я только могу согласиться, знаешь как, порадоваться тому, что ты с этим всем соглашаешься. А как тебе удается справляться с тем, что ты все-таки перегружен? Что ты делаешь такого, что тебе помогает переносить перегруженность? Один момент. Просто перегружен, именно четко словосочетание, я лично не говорил, но, но, действительно, это моментами так и есть. И это уже не только вопрос выбора, это уже вопрос результата в начале пути сделанного выбора. Потому что, если ты выбрал какой-то вектор, и ты выбрал ответственность, этот вектор развивается таким образом, что там появляется еще больше, ты же не бросишь только потому, что он требовательный становится или еще какие-то моменты. Это ответственность. Это ты не бросишь, потому что ты несешь эту ответственность и хочешь ее дальше нести. Ну, иначе это было, ну, вот такой выбор. Такой выбор, да. А вот относительно что делать, спорт однозначно помогает, разный спорт. У тебя это ежедневная практика? Я стараюсь. Я не могу сказать, что идеально получается, но у меня даже есть, сам себе разработал несколько каких-то моментов. Окей, есть полчаса, что-то можно сделать, вот мини-программа на полчаса. Есть час, есть час, вне зависимости, да, где, как, и что, потому что, и даже, всегда ли это легко заставить себя? Да нет, конечно, вне зависимости, какой бы ты спортивный не был, как бы ты не любил все. Иногда это сложно, но после этого ты получаешь, многие говорят, что теряют энергию, потому что нужно же усилия еще, чтобы делать упражнения или заниматься спором. Ты приобретаешь. Да. Ты приобретаешь. И это часть твоей привычки. Это тебе создает энергию и помогает справляться с загруженностью. Как один из примеров, да. А что еще помогает? Может быть... Я могу сказать сумасшедшую вещь, но я считаю, что чай, правильный чай. Я не говорю там, то, что в пакетиках, я не говорю про какие-то там наркотические средства, а именно вот настоящий, классный чай, правильно заварен, может быть, с правильной церемонией или просто, когда у тебя нет времени для церемоний, для там пинчи или еще что-то. То есть ты можешь улететь, это как я высказываюсь, но ты можешь получить вот какую-то дополнительную энергетическую даже эмоцию, я бы сказал, потому что я вот кофе, допустим. Кофе, я перестал очень давно пить кофе, не говорю, что кофе это плохо, но просто мне, наверное, не нужно. Ну что же так, делать всплеск, подымать человека, ну потом, наверное, может пускать. А чая, он так может быть высоко не выстреливать, но он как-то вот... У него sustainability. Exactly. Чайная культура и ты, интересующийся чайной культурой, начал это делать много лет назад. Да. А если я тебя попрошу дать, может быть, какой-то, знаешь, как ключевой лернинг, чему тебя, Юру, научила чайная культура? Как чайная культура тебя изменила? В зависимости от этого подхода, каждая заварка может абсолютно отличаться от каждой предыдущей. Одного и того же типа чая? Абсолютно. Разложи. Соответственно, если же кажется, что у тебя простое задание, простой таск, даже там, где ты делаешь одно и то же постоянное, ты сделаешь это не с таким подходом, у тебя результат будет другой. Чай точно так же. Определённый чай, если это там Сиху Лунзинь или если это там Дахун Пау или ещё какие-то, они требуют определённой температуры, они требуют определённого контакта с водой, они требуют определённо подготовленной посуды, которая тоже уже должна быть определённой температуры. Там миллион разных моментов. И, допустим, если чуть больше, чуть меньше, если чуть горячее, чуть прохладнее, если чуть... И каждый раз это может быть по-разному. Абсолютно. И точно так же, как во всём. Перед футболом мы с тобой, если не будем растягиваться, ну, увеличивается риск, наверное, что мы потянем. Если мы не будем готовиться ко встрече, мы можем её провести хорошо, а может быть, либо лучше, если бы готовились. Лёрн, спасибо. Я вернусь тогда назад к деньгам и, значит, про свой бюджет и сказал. А что для тебя деньги сейчас означают сегодня? Деньги для меня всегда означал инструмент. Деньги — это инструмент и деньги из not the end goal. Но это... Деньги — не конечная цель. Но это means to get to the end goal. А деньги — это точно рабочий, действенный инструмент в сегодняшнем мире, который может позволять давать возможности, но не обязательно, что ты ими будешь пользоваться успешно. Это уже зависит от других факторов в том числе. Может давать даже какое-то спокойствие, но превратишь это спокойствие в какую-то лень и ужасное бездействие, которое приведет так или иначе. И деньги — это, наверное, тоже, соответственно, определенная энергия, которую ты можешь использовать в том или ином русле, к добру или иначе. И, соответственно, это не может быть конечной целью, это энергия. А подтверждение в том, что энергия, посмотри, когда она на бумажном носителе, это сегодня уже не обязательно. Ты для меня воин света. Я тебя так для себя вижу, знаешь, так прям вот вокруг тебя ярко светится белое. Для меня это светлый показатель добра. Знаешь, как паладин. То есть ты точно можешь покарать, когда нужно. Я вижу эту силу, и ты тоже ее знаешь. При этом ты паладин для меня. Если говорить знаешь, метафорически. И ты только что сказал о выборе, который может делать человек с очень сильным ресурсом в виде денег. В доброту или в другое, не называя другое другим. А зачем давать этому энергетику? Вот. И для меня как ты выбрал доброту? Я не знаю. Ты пришел уже с добротой? Тебе дали доброту? Мне интересно, как как ты, Юра, вот так начал смотреть на мир и вот так, извини, по-паладински. Родители? Конечно, родители, в том числе. У нас, у каждого из нас корневая система, которая все-таки начинается возможно намного раньше, чем мы можем об этом помнить или чем мы сознательно можем это чувствовать. Соответственно, воспитание семья, родители однозначно играют в этом роли. Ну, и какие-то в дальнейшем познания, какие-то выводы. И потом это трек-рекорд уже результатов выборов и выборы. Ну, тот выбор, который мы делаем каждый день. Мы в течение дня очень много принимаем решений. Да. Очень много. что было самым важным, за что ты платил деньги? Можем сказать, что ты купил или за что заплатил или за что пришлось заплатить. Самым важным, если ты можешь это вспомнить, или одним из наиболее важных. Самым важным? Мне очень хочется, что это действительно факт и правда, что эти ресурсы пошли именно за таким назначением. Но ты до конца на 100% не можешь быть уверенным. Что я имею в виду? Вот мы допустим, если мы говорим о реальной важности, о реальных ценностях, мы с ребятами создали благотворительный фонд, вложили свои средства и направили их в разные больницы или еще что-то. И ты надеешься, что они пошли по назначению для того, чтобы спасти какие-то жизни. Если мы говорим о самом важном, потому что человек, имея здоровье, имея ресурс, может дальше творить все вещи и создавать экосистемы, проекты, бизнесы, рабочие места. То есть важно создавать рабочие места, однозначно. Важно создавать интересные бизнесы, стартапы и все остальное. Но для этого нужен другой ресурс. Нужен здоровье, нужен интеллектуальный ресурс. Но без этого невозможно. Сам по себе не рождается. В вакууме не родится. Ничего не родится. И вы выбрали благотворительность вот такую. Да. И я думаю, что вот просто по ощущениям, когда у тебя есть возможность помогать, то ты можешь приносить намного больше пользы, чем твое просто экселевское решение вложить х количества куда-то в какой-то проект А. Потому что помочь кому-то это тоже ресурс, это тоже инвестиция. Инвестиция, точнее, только в денежном формате. Это тоже может вдохновить кого-то, кто может поменять мир на лучшее в том числе. У тебя уже есть некий трек-рекорд может быть тех, кто вдохновился тобой, и ты знаешь об этом? Или вашими, твоими действиями? Фонда этого или тебя, твоей семьи, тех, кто для тебя, знаешь, важен и несет вот эту паладинскую светочку отнесет дальше? И кто-то уже вдохновился этим? Ну, я надеюсь, я же, ну, там, есть позитивный фидбэк, когда люди подходят и говорят относительно вот приблизительно таких же тезисов, но, скажем так, наверное, я бы был счастлив, если бы эти люди добились там еще какого-то колоссального результата, и это в том числе помогло бы, там, допустим, оздоровить бизнес-среду в нашей стране, или же где-то их проект засветился бы в мире, и это по-другому сказал бы про нас, про украинские предприниматели, или других моментов, то есть, не знаю, может быть, с конкретными кейсами, пока я не готов. Этого достаточно, это есть. Я бы хотел, чтобы это было и дальше. Ты делаешь то, что делаешь, а мы другие вдохновляемся, а потом другие вдохновляются, например, у нас. И так, вот это жизнь. А я хотел спросить, ты сказал про счастье, у меня один из вопросов был, который мне важно было тебе задать, на что, какая у тебя идея счастья? Идея счастья, это, она тоже связана в том числе с балансом, про который мы говорили, потому что, когда ты созидаешь, создаешь, и это дает позитивный результат, это что же делает тебя счастливым, или даже, когда вот этот энергетический прилив, который приходит, или же после спорта, или достижений, или ряд других каких-то моментов, то тоже, то, что позитивная энергетика, она делает человека тоже счастливым, но я думаю, если мы смотрим не о всплесках, а мы говорим о трендах долгосрочной перспективы, ну, это счастливая, здоровая семья, без этого, ну, это, наверное, одно из четких определений счастья и родных людей, которые, это, наверное, позитивный environment всего происходящего вокруг, потому что не знаю, насколько человек, он или она, может быть счастливым, если только родные, здоровые и в обеспечении, а все вокруг плачевно, тут, то есть, это совокупность факторов, и это, опять же, я прошу прощения, но вернусь к своему определению тезиса среднеизвешенного, то есть, это набор вот всех ингредиентов, которые в каком-то среднеизвешенном должны быть вместе, и я буду счастлив, если, или, наверное, правильно говорить, когда, чтобы придавать этому больше энергетики, давай, в дополнении к семье, к здоровью, ко всем другим моментам, которые я перечислил, действительно, создать или принимать участие, успешное участие в создании очень многих интересных проектов, рабочих мест и так далее, потому что это усилит нашу, нашу страну, и я считаю, что у нас, во-первых, обалденная страна, у нас намного, у нас настолько обалденный даже город, мы на самом деле не понимаем, насколько, да, есть нюансы, но нюансы есть везде, вот везде есть нюансы, чтобы не было иллюзий, даже в красивых Нью-Йорках, перенасыщенных лондонах. Я жил там два года, там очень много нюансов, как и ты в Бостоне, все видел. Одно дело, когда люди приезжают как туристы, пусть даже на две недели, но жить там, ты немножко по-другому видишь реальную картину, везде есть нюансы, и у нас, на самом деле, даже, у нас даже свобода, свободнее, если так можно выразиться, в некоторых аспектах. Я это чувствую. И это тоже, кстати, один из элементов счастья. И вот задача, я буду, если мы дальше будем только усиливать вот эту энергетику, вот эту свободу, конечно же, это не может не принести счастья. И ты применяешь усилия, чтобы это происходило и произошло. И тогда у меня, хочешь ответить на это? Я стараюсь, я стараюсь, но это зависит от очень многих факторов, от очень многих людей, от каждого из нас. Средне взвешены. Абсолютно. А я в этом, вот в этом как раз потоке, и рождается тогда вопрос, я не могу, сначала утверждение, потом вопрос, я не могу представить, чтобы ты бездействовал. Сейчас это не выглядит мне возможным, гипотеза такова. А ты сам представляешь момент, когда ты можешь такой, все, нормально, готов просто посидеть. честно, пока нет. Хорошо. Хорошо. Пойдем дальше тогда, если можно. Ты так здорово сказал до начала интервью, когда дарил нам спонсор ции программы, интернет, книжковый интернет-магазин Якобу. Ты дарил нам сертификаты, что очень приятно. И тебя, Рома, мой режиссер, спрашивал о книгах и прочее, ты говоришь, слушай, вообще не получается так много читать сейчас. И здесь, потому что я перегружен. Вот оттуда была эта фраза, я перегружен. Значит, сори, да, я виноват. Забей, ничего, точно не виноват. И я тогда делаю референс еще к истории про Швейцарию, где ты был на курсе, а также зная, сколько ты обучался вообще. Я хочу тебя спросить, какое из твоих обучений наверное было наиболее ценным для тебя? Или может быть ряд? И самое главное, почему? Это ряд. Это в любом случае ряд. Во-первых, нужно, это мое личное мнение, когда я говорю просто нужно, это может быть не обязательно для всех, но нужно извлекать уроки абсолютно от каждой возможности. и наверное каждый день при том, что ты открыт к новым знаниям, ты будешь что-то новое узнавать. И опыт тоже в дополнение к образованию, к теории, опыт очень многое тоже дает. Это как второй, третий, четвертый MBA, а может быть экзекиатив MBA, а может быть даже и выше. В Штатах я получил три образования. Финансовое, операционно-стратегический менеджмент и международный бизнес. Но только ли это я получил в Штатах? Нет, потому что я первый опыт бизнеса был там, на втором курсе создал проект. Я был всегда целеустремленный и активный, я там стал президентом разных студенческих организаций, Financial Academy, International Business Academy, другие. И что мы делали? Мы в том числе, кроме того, что организовали разные мероприятия, мы возили студентов на Уолл-стрит. мы ездили по разным компаниям, они нам показывали, мы делали panel speeches там, где приходили ребята, девчонки, которые закончили университет уже там 3-4 года назад, и вот они рассказывали, подготавливали, да, вот ребята, что ждет реальный мир. Это еще было до 11 сентября 2001 года, потому что тогда немножко изменился мир. и очень много черпал оттуда. И мы иногда приглашали очень крутых спикеров. И иногда вот то, что скажет какой-то спикер, да, тебя зацепит больше, чем целый курс или целый предмет, который там идет полгода. Там, допустим, я запомнил Уолтер Стерн, по-моему, он тогда уже был таким дедушкой, ну, не знаю, под лет 70 пришел спикер, он был на тот момент CEO, президент одной из больших финансовых американских компаний, он на своей жизни был знаком с Уоррен Баффет, там, и с Соросом, и со всеми. Ну, и он сказал очень такую ключевую фразу, которую мы, может быть, слышим часто в разных интерпретациях, но он сказал, что everything is the result of a lot of hard work and a little bit of luck. Да, ну, то есть, и что самое интересное, даже сейчас по жизни я смотрю, когда вот многие говорят, вот повезло, это повезло, но я почему-то, когда я анализирую, я замечаю, что везет больше всего тем, кто больше всего старается. Так вот, вопрос, это просто чистое везение, или это совокупность результатов тяжелой, серьезной работы, поэтому вот вернулся, когда в Украину, я здесь, кроме того, что был первым investment, hire, как согласно терминологии AFC, коммерческого рукамерного банка, там я получил в AFC колоссальный опыт, параллельно учился на executive MBA в Кемогрянской бизнес-школе, там другой опыт, тоже интересный. А какого года выпуска ты из KMBS? наша группа, что самое интересное, попала как раз когда началась оранжо-революция, какие-то вещи даже, у нас там были паузы, я был в одной, у нас MBA 6, была группа сейчас, я не знаю, уже там, я был вместе с Андреем Ждисенко, с Андреем Худа, Андрей, по-моему, параллельно был, Тарас Вервегас, создатель Ряд еще, я прошу прощения, но ряд еще классных ребят, девчонок, и, кстати, относительно знаний, вот одно дело, когда ты тоже сам учишься, чему-либо делаешь работы, анализ, а другое дело кейс-старис, которые объединяют тебя в группу, и вы, уже обладая каким-то опытом, какими-то знаниями, вы дискутируете, чтобы прийти к совместному результату, да, и это что же, очень-очень обалденная форма получения знаний. Вот просто, ну и жизненный опыт, там, где разруливаешь, опять же, эти сложные ситуации, о которых я говорил в начале, ну просто без существования, или какую-то турбулентность, когда проходишь, но когда ты ее проходишь, то что же опыт? Потом будущее ты по-другому воспринимаешь, через другой фильтр поскольку, поэтому сказать, что что-то одно, да нет, родители тоже очень существенно принесли. И набор, вот такая линейка целая получается, опытов таких и выборов образовательных. А есть у тебя далее план обучений? Во-первых, то, что я сказал в начале, потому что каждый день ты можешь учиться чему-то новому. Да. И это то, что я стараюсь делать. Иногда это, конечно, немножко too much. Почему? Потому что я, допустим, в гостиницах уже никогда не могу быть просто как нормальный гость, потому что я хожу, там, допустим, фотографирую, как ательер, да, смотрю на какие-то вот моменты. Это интересно, это классно, но ты уже по-другому вот смотришь и оцениваешь. Не просто как гость for enjoyment where you just relax, да, а ты смотришь, ага, здесь они сделали вот такой, здесь блок-аут они так достигли, здесь F&B и так работает, ага, и здесь, скорее всего, back-office у них, то есть, через другой фильтр пропускаешь. призма иная, да, слушай, как интересно. Ты для меня super well-educated person, я так тебя вижу и так это есть, вот ты только что прям, даже если фактуально говорить количество, где ты был или что ты пробовал, это фактуально уже well-educated. А еще же интернализировать этот опыт необходимый, вот там, где ты говоришь о группах, я считаю, что это один из невероятнейших способов обучаться, через групповое взаимодействие, он такой замечательный, для меня он наиболее, сегодня, для меня сегодняшний наиболее подходящий способ именно таков, групповое обучение, кейс-стаде или выработка совместных решений и идей. Да. И вот здесь мне интересно, совершенно не хотел о работе, но об этой части спрошу, ты, люди, это ежедневно взаимодействует огромное количество и благодаря ответственности, выборам и прочим, какие основные принципы договоренностей для тебя? Принципы договоренностей. Фактически, если бы мы были партнерами и договаривались бы о чем-то, может быть, у тебя есть, знаешь, как чек-лист договоренности, что нужно сделать, чтобы достичь ее? С одной стороны, может быть, автология, но если же, в первую очередь, выполнять договоренности, да, потому что, потому что ты даже, когда приходишь к необходимости достичь договоренности, ты, скорее всего, прошел, не всегда, но, скорее всего, прошел уже этап анализа, чтобы прийти к пониманию, с кем ты сейчас будешь входить в договоренность. Соответственно, у тебя есть предположение, что этот потенциальный партнер, как он или она декларирует, уже делает A, B, C каким-то образом или же вот такой-то подход. Соответственно, если ты входишь в договоренность, вот я же говорю, ты должен соответствовать тому, что ты декларируешь и выполнять, и добросовестно как бы это делать. И задача всегда стараться выстраивать не одностороннюю историю, а всегда только win-win. Искать интересы другого и пробовать их покрывать. Абсолютно, потому что если же кто-то подходит агрессивно, потому что он так может, и он находится в такой ситуации сейчас, и в такой позиции, и использует это, а тот вынужден вторая сторона соглашаться, так это вопрос времени, когда эта договоренность придет к нежелаемому результату с той или иной стороны. Поэтому я считаю, что всегда нужно выстраивать win-win. Это вот один из принципов, на котором я всегда точно базируюсь. И добросовестно выполнять и выдерживать свое слово. Это очень важно. ну и, наверное, для того, чтобы достичь договоренности, здесь тоже нужно готовиться, нужно делать домашнее задание. на каком-то вот, допустим, когда кто-то меня спрашивал, как привлекать инвестиции, как вы советуете, я говорю, ребята, на сегодняшний день, несмотря на то, что есть излишек ликвидности на западных рынках, я не жаловался, что у них недостаточно проектов, но не ожидайте, что только потому, что вы придете с проектом, вас будут вкладывать. Вы должны за них подделать, делать домашнее задание. Если это там private equity, который вот таким-то образом подходит и такой-то у них средний тикет и на какой-то сегмент смотрят, ну, подготовьте тогда. Если же это банк, который смотрит таким образом, ну, то есть, это разное, здесь нужно делать домашнее задание. У меня в руках Bones Cola, Киев, которая произведена, внимание, адреса потужности, Закарпатская область, село Лык и Цары. Я купил ее в кафе рядом, чтобы у нас была с тобой возможность или водичку просто попить или что-нибудь почти не сладенькое. И это мой способ привлекать, странный способ привлекать спонсоров. Мне просто это в кайф и нравится. Прикольно. И вот я сегодня узнал, видишь, как ты говоришь, век живи, век учись каждый день. Абсолютно. Но опыт. И всего лишь 200, нет, 125 калорий во всей этой бутылке. Вернемся. Такой сегмент был классный, мне очень понравилась. Наша динамика вообще мне нравится. Знаешь, я как скорость эту вижу, флоу. Мы не очень быстры и не очень медленны. И у нас есть такая, вот если у нас пять передач, то мы с тобой вторая, третья, четвертая, третья, четвертая, третья, четвертая, где-то так я это вижу. Отличная, отчаянная церемония. Без пятая. Хотя, слушай, сахар дал, уже завелся. Но я вернусь в отчаянную церемонию. Ты, у тебя чувство юмора, на мой взгляд, хорошее, точенное. И этот опыт американский, западного юмора, он очень тебе, я думаю, знаешь как, я интегрирую много американских, не просто шуток, я люблю и стендап, и прочие, и лейт найт шоу, и лейт найт шоу, и лейт найт лайф, и прочее. И вот об этом хотелось поговорить, как это импактит твою жизнь, импакт, импактило тогда, вообще, какое место юмора в жизни твоя занимает, и как ты с ним взаимодействуешь, как ты с ним живешь? Без него нельзя, это раз. Кстати, вот в Штатах очень много лейт найт шоу, другие все вот моменты, пересматривало, тоже то, что позволяло отвлечься. и без юмора, особенно нам, находясь в постсоветском пространстве, я считаю, что это не просто невозможно, я считаю, что это даже полезный момент, который всегда помогает продвигаться дальше. Вот, я, кстати, не знаю, знаешь ли ты, Ронни, с Южной Африки приехал очень-очень классный чувак, он, если зайти в Википедию, по-моему, он первый, который способствовал тому, что появился интернет в Южной Африке, много разных классных проектов сделал, проинвестировал, кучу разных фильмов, не помню, голливудских. Такой импакт-инвестор. Да, он влюбился в Украину, он 50% минимум времени находится здесь, и он решил сделать один сюжет, про Украину, чтобы выйти на Netflix. Я там попросил, снимался, кстати, Глеб Буряк, Миша Харенко, и как раз вопрос юмора тоже подымался, потому что вот он торчит от нашей, от нашего комьюнити, от нашего просто, потому что мы вне зависимости от каких-то сложных ситуаций всегда подходим или с сарказмом, или с юмором, это то, что помогает там настраиваться и идти дальше. Проживать, да. в Штатах это другая немножко культура, по другим причинам она хорошо развита, целая индустрия на этом построена, это интересно, там есть как качественный юмор, так и некачественный юмор, да, есть даже как интеллектуальный, такой очень глубинный, есть очень такой поверхностный, наверное, на каждой есть свой клиент. 300 плюс миллионов человек и другие, кто говорят на английском. Абсолютно, да. Кстати, the most spoken English, по-моему, Indian English. Thank you, Mark, thank you. Так, ты подожди, я хотела, думаю, это же юмор. Это юмор? Не, ну так, мы с ними точно так же и дружим, когда, у меня очень много, на самом деле, вот большинство друзей в моих штатах, это были все с Азии, причем с разной Азии, и было много и индусов, и пакистанцев, ну, я уже не говорю про Акрею, Японию, там, Тайвань и так далее. Мне это очень классно, потому что мы друг друга как раз очень классно. Подзадоривали. Да. Кто меня там, говорил. Ах, этот восточноевропеец. Он с роженкой. Я наоборот, о, что ты говоришь? Мы друг друга постоянно, это самое, это... И ты оттуда набрался. Мочь, у тебя есть возможности, ты уже можешь это и копировать, и пародировать. Какой, конечно, юмор, это, и особенно сейчас становление стендапа в украинского, я еще стал обочинен в Торонто, в Торонто, в Торонто. Интересно, вы их спонсор? Нет, нет, нет. Кто спонсор? Это Ла Батарбача на Торонто. Нет. Ты знаешь же их, Майкл Шурс? Ну да, конечно. Это к тому, что их юмор, как нашего лейт-найт-шоу в какой-то мере, и за устание генерик Сутева поднялся в украинские комики, и в этот, откуда я черпаю на сногу. И моя любовь огромная с лет 8 или 9 к тому, что делает Конан Абрайан, Джимми Феллен, к тому, что делает Saturday Night Live, к тому, что делает при любых раскладах Льюиси Кей, Cancel Culture, не Cancel Culture. Я люблю, потому что делает Джо Роган, когда комики приходят, к примеру. Когда комики приходят, Когда комики приходят. Это фантастик. Моя жизнь от этого лучше. Она просто лучше от этого. И, кстати, вот ты спросил юмор. Иногда, когда хотелось полностью отвлечься, когда ты, вот у меня даже вот здесь это было, когда ты хотел просто переключиться, когда у тебя просто первенадцатичный день, сложная ситуация, и вдруг там уже все спят, и ты что-то вот в двенадцать ночи хочешь позавтракать, и включаешь, не будешь включать там полноценный фильм, ну там и все это. Вот, вот, действительно, вот из перечисленных, наоборот, вот из ряде с этим, это смешной, классная энергетика, или Луиси Кей, или вот Конд Абрайан, или других, и это классно. Особенно, когда к ним приходят тоже удивительные люди. Ой, там все приходят, там, не знаю, кого там не было. Да, Энци Гудман, кого там только не было. И когда они с ними делают вещи, которые мне так хочется посмотреть, чтобы у нас тоже это пробовали сделать, и пока что еще мы, ну не завелась еще. Блин, как Кевин Спейси, тоже Кэнсел Калл, как он у Фэлона пародировал. Как он пародировал. О, мэй гад, невероятно. Он подчинно. Он подчинно. Он очень круто пародирует. И все они очень круто пародируют не Дафо, а тот, который был в видео, по-моему, футбол с Лима, прыгнул, летал, актер известный. Стив Бушеми? Нет. Не другой. И он так еще летал, как бы, с второго этажа, с Андрея Сольного прыгнул, в пространстве был. Я помню, о ком ты говоришь. Я забыл, блин, его имя. И вот, блин, вылетел. И он, у него просто такой классный говор, такая речь, и очень много актеров его пародирует. Это очень круто. Юмор, как видишь, у нас энергия с тобой стала, почти на пятую передачу заехали. Вот какой эффект у него. Я так рад, что у тебя есть такое, знаешь, как любовь и интерес и механизм расслабления, переключения и снятия напряжения. Банановая кола. Банановая кола, между прочим. Боунс кола. На костях. Вернемся дальше. Это одна из интерпретаций. На костях. Я бы более положительную. Да, ну давай более положительную. Интересно, какую? Мало сахара. Знаешь, как бонс. То есть, настолько вот очищена, типа бонус. Ну ладно, не получилось. Жена сейчас скажет, Андрей, я же говорил, ты не умеешь шутить. Кстати, мы с Юрой Филикон часто, когда шутим, у нас иногда шутки такие, бывают, когда мы там возле команды промпрылода, как-то так шутим, и мы иногда обращаем внимание, мы вдвоем хи-хи-ха-ха, а все стоят, смотрят. Ну, то есть, иногда да. По команде не смеются? Нет, но мы пообещали друг другу смеяться на шутки друг друга, чтобы друг друга поддерживать, естественно. слушай, вы же в контексте еще. Абсолютно. И that helps. Так, вернемся к серьезным вещам. Наташа моя же иногда пишет, слушай, а это был очень серьезный гость, да? И потому так классно, что нам с тобой удается и туда, и сюда. Вот мы о счастье с тобой поговорили, о идее счастья для тебя. А теперь хочется поговорить, вот мы про ценностный ландшафт с тобой в самом начале, еще до начала записи, упоминали, почему импакт инвестиций, и на ценностном уровне инвестиций, а теперь к ценностям как таковым. Каковы твои три, если их есть три, или какова твоя основная ценность, которая тебе помогает двигаться дальше и двигаться в жизни? Моя ценность? Твоя ценность, да. Какая из ценностей у тебя позволяет тебе двигаться дальше, знаешь, как один из твоих драйверов? Она может быть общей для многих. Ну, есть, наверное, ценности, которые хотелось бы видеть в твоих направлениях, в которых ты участвуешь, или их создавать, или чтобы они создавались. А есть в том числе то, что тебя двигает вперед заходить в эти направления или продолжать в них быть. Одна из них — это ответственность тоже. Потому что вне зависимости от сложности ситуации ты не можешь отступиться. Это твой выбор. Это было бы безответственно. И это один момент. Если же, наоборот, всё классно, хорошо, то тем более ты идёшь дальше. Да. То есть ответственность — это всё-таки один из... Если вопрос, в том числе, про то, что помогает или заставляет, или является причиной, почему ты движешься вперёд. Если мы говорим про те ценности, которые хочется видеть в проектах, в которых ты участвуешь, в любом случае... Ну, то есть это не только про денежную ситуацию. Да. А я считаю, что они должны приносить результат финансовый, положительный. Почему? Кроме там всех финансовых канонах и не сонных требований и так далее, это тоже объективный пруф того, что эта идея рабочая, что она имеет место быть. И, соответственно, она положительно поддерживается энергией в виде вот этого формата денежного, потому что передаётся эта энергия для того, чтобы этот проект наполнялся и шёл дальше. Потому что если это только минус, 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 или если же это... То есть это вопрос времени, это not sustainable. Соответственно, этот вопрос это больше тоже про sustainability. И если же мы говорим про положительный sustainability, тогда это про рост этой базы, чтобы дальше синергично делать положительные вещи. Но в дополнение, да, и я не говорю по остаточному принципу, и это не обязательно в меньшинстве, это дополнение. это действительно ценностный момент, и я не раз уже упоминал по поводу создания рабочих мест. Почему это важный момент? Потому что большинство из нас большую часть времени проводят на работе, если она есть, правильно? И мы должны кайфовать, должны... Что мы делаем, с кем и как? Да, когда я говорю должны, это не значит по инструкции кайфуй, да, окей. Это значит, ты создаешь такую среду, такую экосистему, там, где человек, он или она наслаждается тем, чем занимается, чувствует себя уверенным, комфортным, и может тоже иметь этот инструмент для того, чтобы дальше идти, и это делает общество более здоровым, и это тоже про вопрос вот эту всю систему координат, весь этот environment, который мы пытаемся составить. Это тоже то, что я хочу сейчас видеть, это понарастающе, то, что мы, как человечество, почему-то делаем это для какой-то только галочки, это разные environmental аспекты, и green technologies, которые не только про green building, это энергоэффективность, это про намного больше, потому что на нашей планете давно проходят изменения, вне зависимости от разных мнений, разных аналитических данных, или разных даже политических взглядах, кому как выгодно на это посмотреть, но вот я даже когда вот был на одном из мипимов, там, где выступал бывший генсек ООН, по-гиму, он всем нам очень четко тоже сказал, что guys independent live religion, culture, geography, и все остальное, мы должны делать более ответственные проекты, потому что природа сильнее, потому что все остальное потом не будет иметь значения, и природа уже это показала, и продолжает показывать, и соответственно, когда люди до сих пор говорят, а это дорого, или там зачем вкладывать в эти технологии, я могу построить что-то быстрее, сделать, я позволю себе сказать, что это более близорукий взгляд, потому что если мы выстраиваем что-то в долгу, как для себя, так и для своих семей, для следующих поколений, мы просто обязаны, это уже must have, более ответственно подходить таким образом, и соответственно, просто если этого не будет, это неценностно, это вот мое мнение, я уже не говорю про другие элементы ESG, про правильный corporate governance, про правильные социально ответственные моменты, потому что то, что сделает общество здоровее. Кстати, вот интересный момент, у меня давно очень, по-моему, Pricewaterhouse попросили, я участвовал ежегодно, несколько лет подряд, в ежегодном опроснике, который они делали среди пяти тысяч каких-то глобальных CEOs, и результаты этого опроса каждый раз презентовались на последующем Довосе. И очень интересно было наблюдать даже тенденцию. В начале, я не помню, это лет семь назад, там куча-куча-куча вопросов, и было вот сколько там своего рекламного или какого-то бюджета вы откладываете какие-то на социально ответственные вещи. я не говорю, я не говорю, что именно вот так дословно было, но приблизительно суть в том, что это один из компонентов какой-то вот где-то вот там. Вопросы даже спустя несколько лет трансформировались таким образом, что уже звучит, пока вы ведете социально ответственный бизнес, да, как вы вот вы зарабатываете и все остальные, то есть... Если раньше это только малая часть. А сейчас социально ответственный бизнес, да. то есть понятно, что очень многие далеки, для многих это декларирование или просто какая-то красивая там ширма или необходимость, или необходимость, это очень неглубинно, но я говорю, что вот в каждом проекте или действии я считаю, что мы должны об этом думать. Это твой ценностный ландшафт. Какого партнера, каким должен быть партнер, чтобы он мог стать твоим партнером? Какими добродетелями должен этот человек обладать, чтобы он мог стать твоим партнером? Партнерство это про игру в долгую, совместную. И это всегда два для танго. И, соответственно, если не будет комфорта и объективного, искреннего разделения вот этих всех ценностей, то это же вопрос времени, когда порушится. И не одни сотни или тысячи страниц, пусть даже по английскому праву, с арбитражами в разных, не остановят этот разрыв. Да, потому что самое главное это вот ядро, которое, наверное, формируется на юридических рычагах, оно вот этой правильной энергетики на разделение ценностей. Мы знаем, в мире есть там другой формат людей, которым не создать, а забрать не обязательно даже свое, да, там чужое или еще что-то. То есть навряд ли на их повестке дня есть все те же ценности или, по крайней мере, такой же весомости, потому что у них кипиают другие. И тогда твой партнер, он ценностно с тобой схож, значит, нужно время, чтобы это узнать. Я не думаю, что мы с тобой за день поймем, что мы ценностно похожи, правда? Или у тебя есть методы понимания? Они есть, они не идеальны, но уже спустя какое-то время, наверное, ты же оцениваешь энергетически тоже. Да, как мне, как, даже тело как реагирует в том числе. И поэтому с кем-то ты можешь здороваться 10 лет и просто здороваться, а с кем-то ты можешь кликнуть через пару дней, это как в бизнесе, так и в личных отношениях, в дружеских, ну, каких угодно. Такое же бывает? Да. Бывает. И объективно, объективно, не импульсивно. Объективно. И тогда это первое. Второе. Long term view. Знание с двух сторон или x сторон, что это long term. Что это надолго или как минимум не коротко. Это проговаривать нужно тоже. И тогда это рождает, я так добавляю, рождает возможность нести ответственность за свой выбор. Вот такой партнер для тебя, партнер. И тогда я с другой стороны зайду о человеках. Какие качества в человеке ты не можешь вынести, не переносишь? Недобросовестность, но здесь чтобы, наверное, не входить в четкий анализ и определение слова добросовестности. Вот люди, которые агрессивны, и те, которые даже понимают свою мощь, свою силу, потому что у них такая есть, вне зависимости от причины или там истории, они ее односторонне интеншнелли используют жестко, агрессивно. Люди, которые готовы забрать чужое, нежели создать, наверное, я всегда не переносил, когда сильный обижает слабого. Никогда. Кстати, были кейсы даже в школе наоборот. С одними из своих близких друзей мы дружились даже как, не то, что он там обижал кого-то, но он чуть больше обижал, а я защищал, и мы на этом фоне больше стали общаться и подружились. И он перестал, а тебе уже не нужно было защищать. Ну, к примеру. И ну, то есть когда вот всегда, наверное, вот я не знаю, есть тоже такой момент защитить слабых или помочь тем, кто нуждается, а тех, кто наоборот это использует, этого я не переношу. Или же когда я не понимаю людей, которые ненавидят животных или которые их обижают, а есть и такие. Вот для меня, вот честно, это значит, там энергетически не только не все хорошо, там еще что-то другое зарыто. Это ты не можешь переносить и не хочешь переносить. Не хочу с этим соглашаться. Не хочу с этим соглашаться. тогда какие качества в человеке ты ценишь наиболее? Добросовестность рождается сама по себе и потому что это как а вдруг ты что-то еще хочешь сказать? Честность и искренность они выстраивают позитивную энергетику. Как только человек начинает врать, кроме того что он или она борется сам с собой уже от самого человека даже хочет он или она этого понимает понимает ли уже идет даже не та энергетика. Поэтому это даже это просто даже не то что оценю там честность искренность это даже наверное как совет тем кто поступает иначе так не делать потому что сами себе в конечном итоге наступают на ногу. целеустремленность никогда не сдаваться никогда не сдаваться и вот скрупулезности и скажем так она как бы и приводит наверное к системности и к нормальному желанию делать что-то а не бездействовать потому что вот я вот почему я сказал тоже ценить наш город нашу страну и так далее столько людей столько критиков столько всех окей часть из этого может быть объективная но я иногда поражаюсь сумасшедшим количеством словосочетаний которые надо написать в это вложить ресурс проинвестировать время свое у людей столько времени это излагать это писать и дискутировать и комментировать ну то есть в это инвестируется существенно время так а если бы это время инвестировалось как раз вот пойти хотя бы одно рабочее место создать хотя бы одно зачем это нужно это же может быть не нужно человеку и тогда бы вот эта вся энергия была проинвестирована и не было может быть причин что-то критиковать мы бы уже жили в другом обществе поэтому наверное больше людей которые делают нежели критикуют потому что ошибки все допускают набор здесь критериев понятен мне и несколько вопросов еще в начале ты говорил о том что ошибаться важно и вы ошибаетесь и классно что ошибаетесь получаете тот самый опыт о котором мы сегодня редко говорили когда человек ошибается так что его ценностный ландшафт начинает отличаться от твоего при этом человек хотя он был для этого в нем вроде бы ты тогда даешь другой шанс второй шанс и сколько стоит второй шанс вопрос сколько стоит второй шанс это зависит от природы этой ошибки есть ошибки которые мы все допускаем потому что где-то мы может быть честно объективно искренне рассчитали свои силы или внешние обстоятельства дали подножку не хочется использовать как экскьюз но блин вот так получилось там ковидная ситуация раз закрыла обязательства тебя ты сидишь на шпагате не понимаешь как их выполнять или ряд других но когда это умышленные интенсионные какие-то действия за спиной или недобросовестные они умышленные соответственно они подготовленные продуманные вот вот это сложнее пропускать через фильтр лояльности я не говорю невозможно это просто сложнее и все зависит от чего-то ну я не знаю если человек пошел я сейчас гипертрофильм альтерирую на самый ужасный кейс пошел что-то нехорошее сделал слабому если же ну то есть тут зависит от весомости умышленных действий это тоже о тебе говорит это тоже раскрывает на мой взгляд твой ценностный ландшафт и для меня и для слушателя и зрителя у Пруста которого так любят познеры который мне симпатичен в его вопросниках для того чтобы раскрыть человека есть какой-то набор вопросов две секвенции и один из них я задам тебе если ты не против точнее даже два первое ваш любимый цвет синий все разные оттенки синего любого проявления темный светлый морской вот синий серо-синий да тоже а цветок раньше постоянно я почему-то вот был больше вот мне нравилась роза роза тоже разнообразная розоцветная есть и чайная есть и просто красивая а сейчас я понял что я наверное люблю все цветы вот я просто цветы как таковы я очень люблю все растения и цветы и я никогда не покупаю срезанные никогда их не дарю никогда только живые живые это значит в горшке абсолютно ты садил деревья были были случаи были случаи ну я вспоминаю даже когда я у прабабушки был в детстве и ну то есть и в детстве много во дворе проводил то есть на улице во время союза если бы ты не был собой кем бы ты хотел быть кем бы я бы хотел быть исключим возможность быть тобой кем бы ты хотел быть можем даже героя какого-то назвать я даже не знаю я никому никогда не завидовал чтобы вот вот я наоборот восхищался и всегда думал окей что я могу сделать лучше чтобы приблизиться или вот тоже пойти поэтому наверное улучшенная версия себя а так обалденных наверное героев их очень много как и исторические так и в нашем мире так и мифических каких-то но их много и если мы выбираем кстати вот позитивных героев там Марвел или взять наших характерников или взять там самураев или взять инноваторов или классных обалденных там спортсменов которые достигли там Майкл Джордан там и так далее ну у многих по крайней мере может быть даже не у всех но у многих идет положительный overlapping положительное пересечение вот вот каких-то вот таких вот ценностных моментов все эти положительные результаты они точно даром им не дались они точно все about hard work если это даже этот крутой самурай ну значит он крутой потому что он постоянно тренируется много часов практики да и практика и скрупулезность и вот вот это ну наши характерники которые кстати вот японцы молодцы продвинули икону самурая нам нужно у нас есть икону характерников да Денис Богуш это делает активно круто вот дай бог чтобы это еще другие уровни поднялось и будет через лет 15-20 уже наш наш собственный Marvel например тем более что украинское кино развивается сейчас это очень приятно кстати ты в кино инвестируешь украинское ну может быть вы с командой там как Impact Investments или донатите пока нет но было бы классно наверное к этому прийти я вас познакомлю с украинским кином в завершение по вопросу который я задаю каждому гостю что наиболее сложного в том чтобы быть тобой что наиболее сложного в том чтобы быть Юрой Кривошей нас мы с Глебом Бариком часто шутим нас называют ужасными занудами мы же делаем это стереотипный подход к делам потому что слишком скрупулезны к деталям и вот занудничаем я лично не считаю что это про то что быть занудой это просто может быть вопрос более глубинного анализа и выполнения какой-то там структуры но это вот наверное ты не можешь до конца успокоиться пока не будет в каких-то моментах порядок или именно вот это что-то сделано пофигизма не может быть вот если кто-то наоборот в положительном значении этого слова пофигизм обладать этим искусством ты не можешь отпустить и может расслабиться и где-то даже это правильно потому что тогда переключается иногда больше в ресурсе я наверное не могу это отпустить это напряжение создает в жизни а что тогда Юра наиболее здоровского в том чтобы быть Юрой Кривошей это наверное не у меня надо спрашивать это вопрос к тебе попробуй пожалуйста что наиболее здоровского в твоей жизни почему так классно быть тобой я не знаю в первую очередь наверное семья и те кто окружают тебе так классно быть тобой потому что у тебя такая семья и те кто тебя окружают ну you gotta be happy and appreciate that right должен быть счастлив и быть благодарным за это конечно здорово если это так то это так есть что-то что бы ты хотел чтобы я у тебя спросил но я не спросил наверное нет почему потому что когда ты мне предложил участвовать я же ну я всегда иду с объективной открытой душой если можно так выразиться да потому что задача не делать какой-то предвзятый или подготовленный материал а так чтобы это было интересно для вот правильного продукта или целевой аудитории просто для меня просто для тебя ты меня пригласил я же не не нету заготовки от моего маркетинга там где я должен ударить несколько раз по таким-то акцентам и по таким-то нотам поэтому все что происходит оно происходит естественно в нашем потоке спасибо тебе Юра тебе спасибо было классно в среду на поле я кстати в среду не смогу потому что в среду вылетаю у нас на псове по прям прыгать ты знаешь я не смогу целый месяц реабилитацию спины делаю надо ничем не заниматься пока только ходить я хотел сказать что я гирю купил купил Дегтярев гирю подарил на день рождения я теперь дома с гирей занимаюсь это про спорт ежедневно вот эти штуки так это приятно пока запретили может быть какие-то вещи со своим весом или плавание ничего из этого нельзя сначала форму вернуть а потом уже в смысле откорректировать положение тела а после уже все укреплять спасибо тебе спасибо спасибо